Всем привет! Продолжаем серию видеороликов выживания без протезов. И сегодня у нас вторая часть, посвященная измерению углов без транспортирования других приборов и измерительных каких-нибудь инструментов. Это знание может понадобиться в туризме в основном для ориентирования в других каких-то отраслях, ну для чего-то другого. Итак, начнем с угла 90 градусов. То есть в принципе этот угол отмерить ничего не стоит, поскольку в основном вся продукция, вот такая как книги, тетради, блокноты, паспорта и так далее, имеет на своих углах ровно 90 градусов. Ну я даже замерять не буду, это как бы все в курсе. Вот, еще один способ, если вдруг у вас оказался не такой квадратный лист, не прямоугольный, то есть, ну это может быть не обязательно лист, это может быть кусок шкуры, не знаю, там бересты, какой-нибудь формы другой. Давайте придадим ей какую-то форму, вот такую странную. Вот такой вот лист. И нам нужно с помощью него, с помощью него измерить 90 градусов. Ну, есть более сложный вариант, который изучали в школе, необходимо начертить треугольник со сторонами 3-4-5. Это может быть 3-4-5 сантиметра, миллиметра, дециметра и так далее. То есть, просто соотношение сторон 3-4-5. Ну, достаточно сложно, хотя это, в принципе, легко, но есть куда более простой способ. Вот есть у нас какой-нибудь кусок, не знаю, там кожи, бересты и тому подобное. Нам необходимо сделать угол 90 градусов. Складываем его пополам в каком-нибудь месте. И теперь вот эту вот часть тоже складываем пополам четко, чтобы соотносились. Вот, не так, не так, а вот четко-четко, сторона к стороне. Загибаем плотненько. Вот у нас получился угол 90 градусов. Кроме того, если мы его раскроем, у нас получается, я думаю, видно, да? Вот, вот складочка, ровно под 90 градусов. Сейчас покажу немножко боком, может быть, чтобы видно было. Ровно 90. Теперь будем измерять более мелкие углы. И первый у нас на очереди будет угол 45 градусов. Вот у нас есть сложенный в четверо, вдвое лист бумаги в данном случае. То есть можно было использовать предыдущий этот вот исковерканный лист. Все то же самое получилось бы. То же самое. Складываем вдвое и далее. Вот эту сторону загибаю сюда. Аккуратненько. Так, чтобы уголочек был вот четко-четко в уголочке. Сейчас завернем вот так вот. Вот у нас получился угол 45 градусов. Ну, так, чтобы никто не сомневался. Давайте его замерим. Подносим сюда транспортир. Вот четко видно серединка. 45 градусов. 30, 40, 45. Следующий вопрос. Как измерить углы 30 и 60 градусов? Все очень просто. Берем линейку. Опять же, расчертили таким образом. Либо же взяли лист. То есть у нас должно получиться изначально 90 градусов. Например, у нас был лист какой-то такой странной формы. Мы его в два раза сложили. У нас получилось 90 градусов. То есть крест получился посредине. По этому кресту по одной стороне откладываем расстояние в 10 сантиметров. Так, чтобы оно сейчас поместилось у меня. Давайте сделаем наоборот. Давайте сделаем наоборот. Вот здесь получается прямая линия. И вот под 90 градусов уходит в сторону линии. То есть это можно было просто немножечко сбоку его согнуть. Откладываем 10 сантиметров здесь. Вот этой линии. То есть по этой стороне. А по другой откладываем 17,3. А у меня тут всего 16, но ничего, это не проблема. Раз. И еще здесь. 1 сантиметр и 3 миллиметра. Вот так вот. И соединяем теперь эту точку с этой точкой, которую отметили. Итого, давайте все наведем, чтобы было понятно. У нас получается треугольник со сторонами 90, 60 и 30 градусов. Понятно, что здесь будет 90 градусов. Здесь будет более тупой угол, 60, здесь будет 30. Проверяем с помощью транспортира. Кладем. Видим, 30 градусов четко, да? Теперь давайте замерим этот угол. Ну тут 120 градусов, понятно, что от 180 идет в эту сторону. То есть 60. 180 минус 120, получается 60 градусов. То есть таким образом мы можем, значит, замерять 90 градусов, 30, 60 и 45. Еще более мелкие углы можно измерить с помощью часов механических, вот таких вот, со стрелками. Ну обязательно, чтобы они были со стрелками в данном случае. Чтобы было понятно, тут равномерно по кругу распределены цифры. Каждая цифра, то есть от 12 до часа, например, если угол измеряем от центра часов, это угол 30 градусов, 60, 90 и так далее. Каждое деление, то есть минутное на часах, это будет по 6 градусов. То есть от 12 до часа 5 делений, 5 умножаем на 6, получается те же самые 30 градусов и так далее по часам. Измерять не очень удобно, если особенно есть ремешки и прочее, если часы маленькие, то есть циферблат маленький, но тем не менее можно. Как делаем? Опять же согнули лист бумаги, либо чего-либо другого, в два раза, раз и по вертикали, по горизонтали получили крест. Здесь его специально навел, чтобы было видно карандашом. Теперь прикладываю часы так, чтобы у меня вертикальная линия заходила в цифру 12 и выходила через цифру 6. Это чтобы выстроить часы ровно по этому кресту. А горизонтально заходила в 9, выходила в 3. Ну я сейчас сделаю это примерно, то есть сейчас долго мучиться не будем. Вот примерно как-то так, примерно. Примерно как-то так. И теперь, конечно, 6 градусов померить будет сложно, потому что ошибка будет большая из-за того, что и... Вот приблизь поближе часы. Видим, что минутные стрелки у меня внутри, не стрелка, а минутные значения, рисочки. И как бы поставить напротив них вот здесь вот отметку, точку сделать, мне будет сложно. Плюс циферблат маленький, значит ошибка увеличится. Но тем не менее, например, мы хотим отмерить угол. Ну 45 у нас уже видно, пускай это будет те же 60 градусов. То есть мне необходимо 12 сделать, раз, два. Отметить где-то около двоечки, вот примерно где-то здесь. Вот. Убираю часы, провожу линию и смотрю, что получилось. Транспортир. Опять же. Так, сейчас отметим, поаккуратнее. Ну вот приблизительно от 180 до 150, мы видим это в обратном порядке, где-то 30. 30 градусов. То есть здесь у нас 60, здесь 30. Все верно. Если нам необходимо измерить более мелкие углы, более точно, но при этом чуть больше заморочиться, есть очень хороший способ. То есть он о том, что если мы, например, берем какой-нибудь отрезок длиной 57,2 мм, то если мы начинаем его одну, точнее, сторону закрепили, а вторую смещаем на расстоянии, например, там, 1 см, то угол между его первоначальным положением и последующим будет примерно 1 градус. При смещении, соответственно, на 10 см, в верхней части его, у нас получается угол в 10 см. И так далее, вплоть до 90 градусов. Но нужно понимать, что чем больше мы измеряем сразу угол, тем больше у нас будет ошибка. Если мы измеряем сразу угол, там, ближе к 90 градусу, то есть, например, нам необходимо измерить угол в 90, пускай в 80, там, в 75 градусов. То есть мы отмеряем 75 см, получает это достаточно большая ошибка, поэтому мы используем уже не 1 см, 1 градус будет соответствовать, а будет 0,9 см, то есть 9 мм соответствовать 1 градусу. То есть, чтобы начертить угол в 80 градусов, нам необходимо сместить верхнюю точку отрезка в 80 умножить на 0,9, что там получается, на 72 см. Итак, здесь у меня сейчас вместо обычного отрезка я взял веревку, то есть берем условия непосредственно на природе, в туризме. В туризме мы используем веревки, лески и прочее. Леску, конечно, предпочтительнее, поскольку леска будет меньше тянуться. Ну, я взял веревку. Завязал один узел здесь, один узел здесь. Расстояние между этими узлами приблизительно, ну, 57,5, там, понятно, в зависимости от того, насколько сильно натяну веревку. Теперь буду показывать, какой этот способ работает. Прикладываю один узел, значит, будем мерить угол вот этой вертикальной черты, ну, в сторону нам необходимо, пускай будет 10 градусов. Прикладываю один узел сюда. Вот, немножко отодвину, выравниваю веревку по, вдоль, точнее, вдоль этой линии вертикальной, четко. Вот так вот. И теперь смещаю верхний, ну, вот, правая рука у меня держит, видно, да? Правая рука держит узел. Значит, смещаю этот узел на 10 сантиметров по линейке приблизительно. Вот так, немножко ушло в сторону, еще разок. Подкорректируем линейку. Опять выставили на нули. Вроде все нормально. Смещаем в сторону на 10 сантиметров. Приблизительно так. Смотрим, где у нас проходит веревка по бумаге, вот здесь, ближе к левой руке. И ставим там точку. Так, где я делал карандашик. Ага, все, сейчас, минуточку. Приблизительно здесь. Соединяем центр креста с этой точкой и замеряем угол. Веревка, конечно, видим, имеет некоторый диаметр в поперечном сечении, поэтому у нас, ну, как бы увеличивается наша погрешность. Леска, она тоньше и с ней проще. То есть, меньше будет погрешность. Ставим, смотрим. Получается от 90 до 100 градусов, ровно 10 градусов. То же самое, 90 до 80 по внутренней шкале. То есть, мы замеряли угол 10 сантиметров. Ой, в 10 градусов отмерили 10 сантиметров и получили нужный нам угол. Теперь то же самое сделаем на местности. То есть, на бумаге мы разобрались, как это делать на местности. Опять же, берем эту веревку с двумя узелками. Берем линейку сантиметровую. Прислоняем один узелок с этой стороны к линейке, второй к глазу, который мы будем смотреть. Смотрим мы при этом одним глазом. То есть, не двумя, двумя неудобно будет раздваиваться. Мне удобнее смотреть левым глазом. То есть, у меня вот так вот. Я прикладываю веревку. Прикладываю узелок к глазу. Линейку держу не так, как-нибудь, а держу ровно, перпендикулярно веревке. И теперь замеряю углы. То есть, один сантиметр, я помню, на линейке соответствует примерно одному градусу. То есть, я ставлю ноль, например, на какой-нибудь объект, например, вот на камеру. И замеряю 10 сантиметров в сторону. Это 10 градусов. То есть, вот так это 10 градусов. Если у нас нет линейки. Упоминаю, без линейки мы можем измерять сантиметры приблизительно пальцами. То есть, там, один палец 2 и 3, там, безымянный 2 сантиметра. Предыдущий урок именно об этом был. То же самое можем делать только с веревкой. Раз взяли и, например, измерили 8 градусов. Вот угол 8 градусов. И так далее. Если, например, угол слишком большой для меня, я могу, например, взять какую-нибудь побольше величину. Ну, например, узел зажать в кулаке и измерить вот этот у меня угол, ну, расстояние отсюда, сюда, 17 сантиметров. Но я буду мерить и от края пальца, а от начала ногтя. От начала ногтя, и вот прикладываю безымянный, это получается 17 минус 2 сантиметра, то есть 15. Если мне необходимо измерить угол 15 градусов, приложил. Посмотрел. Вот 15. Теперь я смотрю, где у меня заканчивается кулак, и от этой точки, к колеточке подвожу начало ногтя, и снова измеряю. И снова, и снова, и снова. Вот так, на тот угол, который мне необходим. Если мне необходим угол до 45 градусов, это удобно. Раз, два, три. Если мне необходим угол больше 45 градусов, что я делаю? Вот я смотрю на камеру, выставляю две руки вперед, приблизительно. Это получается точка передо мной. В сторону, ну сейчас немножко, наверное, дадим. Еще раз, выставил. Теперь в сторону, вставляю руку. И голову, один глаз зажмуриваю, у меня получается вот 90 градусов. Проще, чтобы сделать меньшую ошибку, померить, если, например, мне нужно измерить угол в 80 градусов, проще померить уже от этой точки 10 градусов в левую сторону. Второй вариант, это если у нас нет веревки, мы просто заранее должны примерно прикинуть, на каком расстоянии у нас получается пальцы. Это вот положение уяснить. То есть без веревки примерно на том же расстоянии вносим руку. Не так голову, не так, не поднимаем вверх, то есть чтобы расстояние между глазом и пальцем, и рукой не сокращалось. Не так, когда расстояние от глаза до пальца, до кисти увеличивается. То есть вот на этом расстоянии, где мы держали веревку. Вот это вот ощущение должно быть запомнено. И в этом случае мы сможем измерять углы приблизительно без помощи веревки, без помощи линейки. Но если вы вдруг забыли это ощущение, вы не помните точно как и почему, то есть вы не знаете на таком расстоянии, на таком. То есть нужно себя перепроверить, но у вас нет ни линейки, ни транспортирования, ни компаса, ничего. В этом случае тоже делается просто. Опять же ставим две руки вперед-вперед, находим начальную точку, оставляем крюс. Поставили, отставляем руку в сторону, причем в сторону мы отставляем не так и смотрим отсюда, а мы должны голову держать над рукой четко, чтобы получался угол 90 градусов. Если мы будем отсюда смотреть, то угол будет у меня немножечко расходиться, то есть будет больше, чем 90. Вот так. Четко в сторону. Руки разводим и имеем примерно 90 градусов. Вот так устали, померили. 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 И вот теперь начинаем. Ставим палец и замеряем отсюда до края. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Если шесть, в данном случае моих по 15 сантиметров, совпало с моим углом 90 градусов, значит, расстояние выбрано правильно. Таким образом, можно измерять и 15 градусов, и 8, и 10, и прочие величины. Перепроверить себя легко так же ночью, зная расстояние угловые между разными звездами. В северном полушарии это проще всего сделать по Большой Медведице. Здесь вот на картинке изображено созвездие Большой Медведицы и Малой Медведицы, и обозначены некоторые звезды. Так вот, расстояние между звездами Дубхи и Мирак равно 5 градусам. Между Дубхи и Мегрец 10 градусов. Между Дубхи и Алиот 15 градусов. Между Дубхи и Алькает 25 градусов. Между Дубхи и Полярной Звездой 29 градусов. Вот это, к слову, когда говорят, от ковша нужно отступить 5 расстояний между... ну, расстояний таких, как между Дубхи и Мирак, говорят, 5 штук. Так вот, их нужно отступать, как видим, не 5 штук, а 6 штук. То есть, потому что расстояние 29 градусов, если поделить на 5, оно ближе все-таки к 6, а не к 5. Вот. В Южном полушарии можно себя перепроверить по созвездию Южный Крест. Значит, между двумя звездами Гакрукс и Акрукс расстояние равно 6 градусов. Ну, то есть угловое расстояние 6 градусов. Также в Южном полушарии хорошо заметны две самые яркие звезды в видимом спектре. Это Сириус и Конопус. То есть, Сириус самая яркая звезда, Конопус на втором месте. То есть, их не увидеть, это очень сложно. Так вот, расстояние между ними равно 36 градусов. Ну, и еще вариант, если, например, вы днем находитесь и небо затянуло летучим, ну, такие, которые может все-таки, через которые видно Солнце, но не очень яркое, то можно перепроверить себя и по Солнцу. Угловое расстояние Солнца, то есть, диаметр его получается приблизительно 0,5 градуса, то есть, половина градуса, либо же приблизительно 30 минут. Но более точное расстояние можно измерить угловое по Луне. Угловой радиус Луны в 30 минут, то есть, полградуса. Солнце чуть-чуточку больше. Ну, вот и все на сегодня. Надеюсь, тема была доступно объяснена. Если у кого-то возникнут вопросы, тем не менее, задавайте их, не стесняйтесь в комментариях по данным видео, постараюсь на них ответить. Ну, а я со всеми прощаюсь. В следующий раз мы рассмотрим тоже интересную тему определение расстояний без специальных приборов. А так, всем пока. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok